Всем привет! Рад снова видеть вас на нашем канале. Сегодня мы продолжаем серию наших видео о ремонте снаряжения для дайвина. Сегодня мы будем с вами обслуживать регулятор APEX, модель DS4. В простонародье часто также называют APEX 50. Это базовая модель в линейке APEX. И сейчас мы начнем его разбирать. Чтобы разобрать этот регулятор, нам понадобится специальный инструмент. В частности, вот такой ключик. Это специальный ключ для круглых гаек. Без него ничего не получится. Ну и наш традиционный специальный инструмент для облегчения разбора регуляторов. Начинаем разбирать наш регулятор. Я регулятор предварительно подготовил, поэтому у меня он должен разбираться легко. У вас, я думаю, это будет вызывать определенные затруднения, так как гайки наверняка все прикипели. Тем не менее, берем ключ, наш инструмент и откручиваем гайки. Крышку сухой камеры. Вынимаем толкатель. Дальше выкручиваем пружину. Занимаем. Снимаем эту часть регулятора. Продолжаем нашу разборку. Шестигранником на шесть выкручиваем эту пробку подпружиненную. Вынимаем, достаем все два клапана. Осталось достать собственно мембрану и клапан и снять вот эту часть. Шестигранником на шесть откручиваем эту часть. Съемником снимаем мембрану. Старая мембрана видно сильно деформирована. Собственно вынимаем клапан. Все, регулятор мы разобрали. Осталось удалить все уринги. Сейчас мы еще вот эту часть удалим, вернее разберем. Прежде чем разбирать свой регулятор, убедитесь, что у вас есть к нему ревнобор. Ревнобор для первых ступеней Apex AP0241. Чем удобно, у Apex практически на все первые ступени всего лишь один ревнобор. То же самое и со вторыми ступенями. Очень удобно в плане, если вы куда-то едете в путешествие, можно взять всего лишь один набор и он подойдет практически к вашим всем первым ступеням Apex. Мы сняли все уринги. Вот у нас два уринга с этой части, три уринга с этой части. И сейчас все отправляем в чистку. Итак, чистка деталей закончена. Пока детали чистились, я подобрал из нашего ремкомплекта все уринги, которые нам надо заменить. Также мембрану и окошечко для сухой камеры. Приготовил свежую наклейку. На ней мы напишем дату, когда мы делали сервис. Вы не забывайте, что сервис, даже если вы не ныряете, надо делать хотя бы раз в год. Берем нашу кислородосовместимую смазку. И для начала я нанесу ее на все резьбовые соединения. После этого я смажу все уринги. Только после этого я начну сборку. Резьбовые соединения наношу исключительно для того, чтобы потом облегчить разбор регулятора в следующий раз. Совсем немножечко. На каждое резьбовое соединение у нас регулятор не работает в условиях вибрации, поэтому никакого откручивания, ни о каком откручивании произвольном идти речи не может. И вот еще на одну дектальку наносим смазку. Резьбы смазали, теперь наносим смазку на все уринги сразу по очереди. Вот у меня старые уринги, вот новые. Подвигаем старую сторону. Как видите, смазки уходит совсем немного. Избыток смазки нам абсолютно не нужен, никакой пользы он не приносит. Итак, начинаем сборку. Первой собираем вот эту деталь. Вставляем ринг. Вставляем внешний ринг. Внутренний. Готово. Теперь вставляем этот ринг. Ставим новый фильтр. Прижимаем его урингом. Так, все уринги заменили. Собираем. Вставляем. Дальше. Мембрана. Так. Далее. Ставим пружинку. Ставим наше седло клопана. И аккуратненько закручиваем. Пока только наживляем. Далее. Далее берем вот эту деталь. Берем чашечку, которая у нас на мембрану ставится. Закручиваем. Здесь можно сразу затянуть. Лучше используем инструмент. Так. Далее. Далее. Ставим пружинку. Надо попасть, чтобы чашечка отцентровалась, совместилась с пружинкой. Крышку. Заворачиваем. Тоже пока только наживляем. Далее. Далее. Берем нашу наклейку и наносим ее вот на эту деталь. Наклейку мы наклеили. Готово. Далее. Далее. Мы можем уже теперь затянуть эту деталь. До конца затягиваем. Далее. Собираем эту деталь. Далее. 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 Сейчас мы подсоединим шланг инфлятора. Шланг или заглушки поставим на манометр и на прочие все порты. И подсоединим это все к баллону, чтобы отрегулировать вот этой гайкой как раз и регулируется установочное давление. Открываем баллон Смотрим 8 Этого недостаточно Надо поставить 9-9,5 Поэтому сейчас я буду регулировать Закрываем Сбрасываем давление И закручиваем Нашу пробку Примерно на Четверть оборота Повернули Почти 9 Еще чуть-чуть Вот так вот, 9 Все, оставляем так И дальше идем Ставим крышку Ставим крышку сухой камеры Вставляем эту деталь Все закрываем И затягиваем Все Сервис закончен Всем пока Подписывайтесь на наш канал Мы расскажем вам много интересного Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому